Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Ситуация с распространением и допущением коронавирусной инфекции на территории Республики остается напряженной. На настоящий момент за прошедшие сутки количество случаев, к сожалению, увеличилось до 85 случаев по данным Роспотребнадзора Республики Сахай-Якутия. При этом в городе Якутске зарегистрировано 47 случаев, в Мирненском районе 9, в Алданском 7, в Амгинском и Нерингринском районах по 4 случая, в Верхневилюйском и Алёкминском районах по 3 случая, в Ленском, Мегино-Конголазском и Меконском по 2 случая, и по одному случаю зарегистрировано на Боленёкском и Хонголазском районах Республики. Все ближайшие контакты выявлены и изолированы, им предложена либо самоизоляция. У нас продолжают работать обсерваторы в двух улусах Республики, в Верхневилюйском и Вилюйском, либо непосредственно изолирование, если нет возможности в этих изоляторах. Все остальные контактные лица находятся на самоизоляции под чётким контролем Министерства внутренних дел посредством геолокации. Каждодневно сотрудники Министерства внутренних дел докладывают о том, какое количество выявлено нарушивших, и, соответственно, необходимо обратить внимание, что такое количество нарушивших, именно режим изоляции, изоляция, оно сегодня сводится к небольшому количеству, но если он появляется, то профилактическая работа с гражданами проводится. Метальных исходов зарегистрировано за прошедшие сутки один случай, за эти сутки проведено 3897 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Необходимо обратить внимание, что ситуация, которая сегодня сложилась в республике, она, безусловно, сегодня заставляет нас, в том числе, принять ряд мер, которые непосредственно связаны с усилением режима ограничений, которые есть к таким мерам, в том числе и относится указ главы республики Саха-Якутия, на основании которого предусмотрена административная ответственность для работодателей, привлекающих к работе граждан, страдающих хроническими заболеваниями, и граждан старше 65-летнего возраста. Данное правило не распространяется на медицинских работников и медицинские организации, где данное право устанавливается по желанию самих сотрудников, как тканок. Все разъяснения для работодателей будет также осуществлять Министерство труда Республики Саха-Якутия, для того, чтобы снять вопросы и возникающие проблемы с обращением граждан. Необходимо обратить внимание, что сентябрь, для сентября месяца, конец сентября уже у нас заканчивается, когда заканчивается сентябрь, в городе Якутске количество вызовов на скорую помощь увеличилось в кратном порядке. Тем не менее, из тех случаев вызовов, а их непосредственно очень большое количество, только часть вызовов относится к компетенции скорой помощи. Каждое утро оперативным штабом Республики отсматриваются наиболее проблемные и сложные вопросы по обращению в скорую помощь. Я достаточно ответственно заявляю, что ни разу сотрудниками скорой помощи города Якутска не было допущено грубости или повышение голоса. Соответственно, достаточно четко и понятно, сотрудники скорой помощи объясняют алгоритм действий. Если ситуация неотложна, то скорая помощь выезжает. Если ситуация относится к компетенции поликлиники, то направляется в поликлинике. Сегодня во всех поликлиниках города Якутска действуют непосредственно соответствующие горячие линии. Да, в связи с тем, что звонков достаточно много. Так, на одно из учреждений города Якутска вчера поступило порядка 25 тысяч звонков. Эти звонки, естественно, обрабатываются, и период ожидания граждан составляет 30-40 минут до ответа. На сегодня в этом учреждении работает 20 операторов. Так как непосредственно проблема связана с тем, что все-таки граждане хотят, чтобы мы непосредственно им быстрее оказывали эту помощь как таковую, поэтому, соответственно, вместе с Мининновацией Минздравоохранения предложат иные варианты рассмотрения вопроса для того, чтобы убыстрить эту ситуацию. При оперштабе сегодня по решению главы республики Саха-Якутия создается особая группа оперативного реагирования на те обращения, которые поступают через социальные сети. Необходимо обратить внимание, что анализ тех обращений, которые, например, были за последние два дня, из пяти обращений, обязательно требующие госпитализации, они были все рассмотрены. Из них только два обращения имели место основания для принятия мер. Иные обращения в основном это были обращения, которые требуются лишь только дополнительное разъяснение. Поэтому в данном вопросе, соответственно, приняты меры для проведения разъяснительной работы и работы с каждым обращением, если они возникают. Безусловно, эти проблемы необходимо снимать, потому что сегодня именно снятие панических настроений населения связанных и с осенью, и связанных с заболеванием, и с ОРВИ, и с неясностями, как же будет жизнь продолжаться по новым условиям, как перед всем новым, оно и вызывает очень много вопросов. Учреждения здравоохранения готовы дальше лечить и продолжают лечить коронавирус на территории нашей республики. Спасибо.